Вот нашел такую интересную вещь, инфракрасный удлинитель сигналов пульта, точнее удлинитель по кабелю инфракрасного сигнала для пульта. Для чего это сделано? Сам ресивер стоит на втором этаже, а тут стоит телевизор. Сигнал от спутникового тюнера идет по аксуальному кабелю, по ВЧ. На данный момент есть радиопульт, платка передатчика впаяна в пульт, она находится в корпусе, я потом покажу. Но сигнал очень плохо проходит, постоянно надо ловить, вытягивать, направлять, надо отработку переключения каналов сделать более четкой. С чего это состоит? Блочок приемника ставится возле ресивера. Блочок передатчика, трансмиттер, он будет ставиться здесь. И в комплекте два блока питания для приемника и пистачка. Вот кабель, который включается в антенное гнездо. Блочок передатчика я буду включать в разрыв этого кабеля. Это к телевизору, а это пошел сигнал туда. И сам приемник инфракрасного сигнала нужно будет приклеить здесь. Или здесь, наверху. Передатчик я смонтировал, смотрите, навожу пульт. Все, передатчик реагирует. Теперь осталось подключить приемник. А это второй телевизор тоже. Здесь установлен передатчик. Вот здесь инфракрасный приемник стоит. Блок питания. Сам передатчик. ТВ идет телевизор. ИН идет к сплиттеру. Подключили. А это телевизор. А это телевизор. Вот здесь и спутниковый ресивер, который сигнал раздает на телевизоры по коаксиалу. И интернет. С оптикой, со всеми делами. О том, какой тут был беспорядок. Покажет эта фотография. У меня полтора часа ушло на то, чтобы привести это все более-менее в божеский вид. Как видите, все работает. Согласно мануалу, можно было обойтись одним приемником, поставить его до сплиттера. И он уже принял бы сигналы от обоих передатчиков. Но на практике почему-то такая система не сработала. Я сначала врезал приемник сюда. Он не отрабатывал. После этого я поставил два приемника. Так как два комплекта у меня идет. Поставил после сплиттера, которые идут на кухню и на другую комнату. И вот сами выносные инфракрасные светодиоды приклеил скотчем к ресиверу. Вот теперь все работает.